В моей жизни произошло событие, оно называется трагедия. Но в небесной канцелярии это называется фортуна. Колесо фортуны перевернулось, когда твоя судьба полностью решилась. До 12 лет я жила в своей семье. Я родилась в центре Москвы на Бауманской, в немецкой Слободе. И вся моя семья – это были врачи, хирурги, гинекологи, акушеры. И травматологи, хирурги. И я всю жизнь готовилась стать как раз врачом. Я так и всю жизнь думала, что я буду каким-то доктором. Ну, папа мечтал, чтобы я была нейрохирургом. Обходя все лаборатории, изучая латынь, гремя этими колбами медицинскими. То есть я уже была фактически к 12 годам готовой профессиональной медсестрой. По набору дисциплин. И в мои 12 лет родители мои трагически погибли. Они работали в 4-м управлении тогда, которое обслуживало как раз высший аппарат нашего государства. И погибли трагически в автокатастрофе. В это время было, естественно, мутное время. В том смысле, что иностранцы всегда находились под слежкой КГБ и прочих организаций, которые следили любые иностранные связи с россиянами, с гражданами СССР. И в 12 лет это и был мой самый большой переворот в жизни. В результате этого события я стала артистом, певцом и вообще кем я являюсь сегодня. Потому что я попала сразу в детский дом, оказавшись без родителей. А детский дом на тысячи, которые существовали, был один из немногих с музыкальным уклоном. И там были мои первые ноты в оркестре «Серебряные трубы». Это был детский духовой оркестр. И там было мое первое профессиональное соприкосновение с музыкой. Гармония, мелодия, сольфеджио и уже все то, что прилагается к музыке. Оттуда мои первые шаги в большую жизнь уже в музыкальный мир. То есть медицинское прошлое было оставлено позади. С этого начались первые новые странички летописи моей истории.